С вечера Русские первопроходцы пришли в Сибирь в конце 16-го, в начале 17-го веков. Казаки ставили остроги, и промышленные люди поднимались вверх по ангаре и осваивали новые земли. Русские люди принесли в Сибирь традиционные занятия, уклад жизни, семейно-родственные отношения, общину, организацию жизни, ну и, конечно, христианство. Но все это было пронизано духом допетровской, старославянской соборной Руси, было пронизано родноверием. Новые земли действительно были богаты, несла свои чистые воды, свободные от гидроинтервенции ангара, была богата рыбой, леса были полны дичи, ягод, грибов, чистых рек и ручьев. Первые поселенцы, сформировавшие тот мощный старожильческий анклав при ангаре, были умные, смекалистые русские мужики, которые не надеялись на русский авось, как в Центральной России. Вот здесь и сформировался менталитет собереков, не многословных, практичных, но доброжелательных, нравственных людей. Старая при ангарской деревне, Ярки, это родина моих дедов и прадедов. Она была основана около 300 лет назад. Фамилия Безруких, это фамилия одной из главных семейных общин в веках. Это были те первые поселенцы, которые выкорчевывали поля, расширяли пахотные земли, строили крепкие, добротные дома. Ярки всегда была чистой, ухоженной деревней, но, к сожалению, старые Ярки несколько лет назад наполовину сгорели. Но сохранилось много старых двойных домов с заплотами, с двухъярусными амбарами, с остатками монументальных ворот, с резными наличниками. Это все в традициях северо-русского деревянного зодчества, принесенного первопроходцами в себе. Еще чуть более ста лет назад, до прихода первых государственных переселенцев, Ярки была крепкая, богатая деревня. Жили крепкими большими семьями, доминировала община, жили религиозно, почитая стариков, слушая старших. Традиции держались на заветах предков, на постоянном обращении к правилам, по которым жили отцы. Они говорили, старики велели, старики говорили. Существовала добрая традиция помощи, когда общиной помогали сиротам, малоимущим. Эта общинная природа русской деревни впоследствии помогла переварить коллективизацию. Сибирское мировоззрение было основано на двоеверии. Оно пришло из первых веков русской истории и соединяло родноверие, старославянскую веру, основанное на ведизме и народном язычестве, и христианстве. Соблюдался православный календарь, праздники, посты, мясоеды, но все было пронизано родноверием, языческих обрядах, жертвенного характера. Например, в ангару перед ледоходом бросали раскуршенный хлеб. Говорили, ну, чтоб ангара хорошо прошла. День Власия, покровителя скота. На самом деле, день Велеса политическому. Но в основе своей родноверия выражалась глубокой духовной нравственной связи с силами природы, где на стыке человека и природы рождается настоящая культура. этот дом один из старейших домов в Ярках. Он был построен около двухсот лет назад моими прадедами семьей безруких. В фундамент дома ложили вымоченную лиственницу, но верхняя часть была построена из отборного леса. Под домом по всей площади есть большое подполье. строили основательно, на века. Государственные переселенцы конца девятнадцатого начала двадцатых веков так не строили, да и не могли. Но уже после коллективизации на трудодни такой дом уж точно не построить. Большой двор, двухъяростный амбар, город и прекрасный Вьетнангору. В двадцатые годы прошлого столетия большая трудолюбивая семья моего прадеда Егора Безруки была признана кулаками. потому что они имели трех лошадей. Дом имущество обобществили, попросту растащили, а семью разобщили и сослали в разные места. Раскулачивание по сути было уничтожением старожильческой деревни на Горее. Поколение моих дедов прошло через все катаклизмы двадцатого века кроме девяностых. Мне прошли через гражданскую войну, раскулачивание, ссылки в Великую Отечественную войну. Прямо остались в моей памяти честными, порядочными, трудолюбивыми, добрыми людьми. Русский крестьянин пережил продразверстки, раскулачивания, переварил коллективизацию, но война подкосила деревню больше всего. В этом доме в войну жила моя бабушка Елена Федотовна Безрубких с двумя дочерями, моей мамой Галиной и моей тетей Валентиной. На войну ушли шесть братьев моей бабушки и вернулось двое, но один из них умер почти сразу, так что война забрала пятерых и шестерых. Мой дед прошел войну до Берлина и вернулся с контузией, но живой. И пришел он с войны именно в этот дом. Мне было восемь-девять лет, и я хорошо помню, как мы приезжали сюда в Ярки из Ангарского, бабушкиной сестре Татьяне Федотовне, которая позднее жила в этом же доме. Она жила здесь в 60-х, в 70-х. Это был большой чистый двор, в амбаре было много всякой утвари, упряжи. Сейчас это все, конечно, в большом запустении. В Ярках напоминанием о той старой самодостаточной патриархальной жизни осталась лишь сохранившаяся часть старой деревни, которая постепенно разрушается и жизнь в ней угасает. Строительство моста через Ангару, пуск Богучанской ГЭС, строительство перерабатывающих комбинатов – это продолжение той хищнической политики российского государства, которая впервые в истории находится под полным контролем Запада. Доходы от всех этих проектов осядут в Москве, а в основном в офшорах, и местному населению достанется только отравленная экология, вырубленные леса, затопленные земли предков и больше ничего. Продолжающаяся гидроинтервенция Ангары, начавшаяся в 60-х, по сути уже почти убила Ангару. А ведь до 60-х здесь воду пили из реки, природу взяли за горло. Новая российская элита приняла западный путь развития, а Запад сам находится в тупике в социальном, экономическом, расово-этническом. А Россия не капиталистическая страна, у нее свой путь. И нам не надо бежать за Западом. В отличие от европейца, русский живет в общине, в семье, народе и неразрывно связан с ним. Западная либеральная идея в России не работает. Нам нужен русский национальный порядок, чтобы русский народ был государообразующим при сохранении самобытности других коренных народов. Россия никогда не была государством именно русского народа. Этот народ всегда бросали на алтарь, жертвы, интересов государства. Россия и Старославянская Русь это две абсолютно разных мировоззренческих позиций. Россия это империя и авторитаризм, иногда переходящий в тоталитаризм. А Русь это республика, это демократия, это государство для народа. Русская деревня это оплот русской культуры. В начале освоений Сибири нашими великими предками в Старожильческой Сибирской деревне ярко проявились качества настоящего русского человека, свободного от имперской подавляющей системы. Старожильческий анклав это было проявление истина старославянского русского духа даже в относительной свободе от имперского контроля. Коммунистическая же империя нашла способ нейтрализовать русскую культуру, почти обратив свободных крестьян, зависимых только от природы, в колхозных рабов, зависимых от системы. И сейчас продолжается этот курс на уничтожение русской культуры, на разрушение русской цивилизации. Сейчас очень многие из нас испытывают потребность обратиться к своим корням. Мы хотим знать, как нам жить дальше. Идет поиск идей, которая помогла повернуть энергию нашему народу. И в этом есть большая правда, потому что народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Нам нужно обратиться к прошлому, нам нужно обратиться к своим истинным корням, к опыту наших предков, а у них есть чем поучиться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ